С праздником, дорогие братья и сестры! С воскресным днем! Этот воскресный день по церковному календарю называется «Недели о страшном зубе». И мы должны, конечно, дорогие, об этом помнить. По нашему народной традиции, пришедшей к нам еще с языческих времен, которые в предстоящие дни называют «Самасовцы». И в нашей церкви, мы на Руси, скажем так, именно на Руси, народная традиция, что здесь широко гуляют, предаются всем этим увеселениям, как бы так, чтобы навеселиться на весь пост. Но нас должна отрезвлять мысль о том, что нам сегодня было предложено евангельское чтение о страшном зубе. из года в год мы слышим это евангельское чтение, и, конечно, все хорошо знаем эту евангельскую речь. О том, как Господь, так же, как отделяет козлов от овец, Он так же и весь род человеческий и разделит на две части. Одну по правую сторону, другую по левую. И одним скажет, «Идите, наследуйте Царство Отца Вашего Небесное, уготованное Вам». А другим скажет, «Идите, возьму кромешек». Мы помним, что сам Бог, Господь, на страшном суде не задавал вопросов, не испытывал каждого, что Он на земле сделал, как Он прожил жизнь. Но одним Он сказал, «Вы мне сделали». И вы прекрасно помните. И больных посетили, нищих напитали, ноги ходили, жаждущих напоили, в темнице посетили. А другим скажут, что вы не сделали этого. И одни, и другие будут удивляться и говорить, «Как же, когда мы тебя видели нагим, голодным, жаждущим, больным, в темнице?» И вот, дорогие, в Сангель встает, вопрос о том, что должно быть? Сангель должно быть плодом нашей жизни. Мы с вами приходим на испытие. Впекаемся в том, что мы так-то согрешили, мы так-то согрешили, мы одного обидели, другого обманули, с вами третьим и еще что-то сделали. Но этого Господь не спрашивает. Или мы приходим и начинаем говорить о том, какие мы хорошие, как мы каждый день утром, вечером молимся, ежедневно читаем Евангелие, читаем Псалти, но опять-таки Господь не это с нас спрашивает. А мы должны вспомнить заповеди, которые дал Господь. Сам Христос их и свел к двуму. «Возлюби Господа твоего всем сердцем и всей душой твоим и всем помышлением твоим и всей крепостью твоей и вторая подобная ей возлюби ближнего своего как самого себе». И вот по существу вот эта притча о страшном суде она заставляет нас подумать именно об одном о плодах любви. любви к Богу и любви к человеку. Апостол Иоанн Богослов он говорит «Как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если ты не любишь ближнего своего?» Таким образом мы все должны понимать что любви к Богу не может быть без любви к ближнему. И вот именно дела любви с нас Господь не спрашивает. И тут же Иоанн Богослов говорит «Любовь покрывает множество превышений». И делая добрые дела мы должны мы не должны думать о том что вот мы христиане и наш долг делать добрые дела. Вот Господь не заповедовал посетить больного так вот дайте мне больного которого я должен посетить. И я его и свой долг исполню и смогу сказать «Господи я посетил». Так же как на голову и так далее и тому подобное. Но помню что в другой месте Господь сказал «Милости хочу», а не жертву. Именно тем Новый Завет отличается от ветхого что ветхий Завет был построен на закон. Исполнил закон или не исполнен. А Новый Завет исполнен основан на благодати. Он основан на любви. И именно любовь она ближняя. Любовь к Богу должна нами и дебить. И вот если это будет если это будет нашим естеством вот вот тогда и мы с вами окажемся по праву и пустому. И конечно тот кто движется любовью к ближнему и поэтому он и ближнего обогрел на камену тежу. И нему другого не прошел. Он не видит в этом чего-то особенного. Потому что это естественное его состояние. Именно поэтому праведники они удивляются Господи когда же мы Тебе видели? Когда мы Тебе послужили? И как один старец рассуждая на эту притчу он сказал ведь Господь он дал каждому он провел свой суд одних поставил по правую сторону а других по леду но дал каждому оправдаться дал каждому сказать свое последнее слово и одни и другие сказали Господи где же мы Тебе видели? Вот один старец здесь сказал возможно что если бы первые которые по правую руку на слова бы Господа что вот вы меня одели накормили напоили в темнице посетили самцы сказали да Господи это действительно так а другие бы сказали Господи Ты прав ничего мы не сделали но прости будь к нам милозер возможно что они бы поменялись по местам и мы помним заключительные слова этой передачи о том что грешники сами пойдут никто их не будет на аркане тащить никто их не будет заставлять идти но в своей гордыне в своей противоборств своим противоборством Богу они сами с гордо поднятыми той головой они сами пойдут на мути вечную дорогие будем просить Господа чтобы Он нам дал самый великий дар это дар любви так что она это наша любовь ближе она и покрыла все наши превышения аминь храни вас всех Господь дар к дар 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 Продолжение следует...